Давным-давно жили-были в далекой стране добрый человек с супругой. Больше всего на свете им хотелось иметь ребенка. И вот однажды женщина гордо и радостно сообщила супругу, что у них будет малыш. Дом семьи стоял у высокой стены, окружавший прекрасный сад злой колдуньи. Никто и никогда не отваживался заглянуть туда, опасаясь накликать на свою голову беды и несчастья. Но женщина иногда любовалась из маленького чердачного окошка домика прекрасными цветами, чудесными деревьями и волшебными травами, которые выращивала ведьма. К сожалению, будущая мать заболела. У нее пропал аппетит. И заботливый муж уложил супругу в постель. Он бережно ухаживал за любимой, принося ей каждый день что-нибудь вкусное. Но, увы, супруга ничего не ела. — Дорогая, ты только скажи, чего тебе хочется, и я тебе это принесу! — взмолился муж. — Мне хочется отведать травки рапунцель, что растет в саду колдуньи. Желание видеть супругу вновь здоровой и счастливой помогало любящему мужу преодолеть страх. Дождавшись наступления темноты, он перелез через высокую ограду и очутился в запретном саду. Казалось, сердце мужчины вот-вот выпрыгнет из груди. Так сильно оно билось от волнения. Быстро отыскав грядку с травой, супруг нарвал зелени и поспешил домой. Его жене и в самом деле стало значительно легче после того, как она съела немного травы. На следующее утро молодая жена попросила еще зелени. — Пожалуйста, милый, принеси мне той травки, иначе я не выздоровею. Поздно ночью ее муж опять пробрался в сад. Но не успел он собрать и пару стеблей травы. Как откуда ни возьмись, появилась старая ведьма. — А-а-а, воришка, попался? Как ты смеешь лазить в мой сад? — Умоляю, сжальтесь. Моя жена заболела и просила принести ей немного зелени. — Ну ладно, оставь себе траву, однако с условием. Ты отдашь мне своего первенца. Пришлось бедному человеку согласиться. Несколько недель спустя у счастливой пары родилась красавица-дочка. И в тот же день в их доме появилась старая злая колдунья. Родители умоляли старуку оставить им дитя, но та даже из лошадь их не стала. — Назову ее Рапунцель! — ехидно засмеяла злая ведьма схватила малышку и унесла ее в свой дом. Рапунцель выросла настоящей красавицей. У нее были глаза цвета фиалок и роскошные волосы, подобные золотой пряже. Когда девочке исполнилось 12 лет, старуха отвела ее в дремучий лес. Там колдунья закрыла Рапунцель высокой башне без дверей и ступеней, с небольшим оконцем в единственной комнатушке на самом верху. Только одного человека могла видеть Рапунцель, гадкую ведьму, которая ежедневно навещала девушку. Она подходила к подножью башни и кричала. — Рапунцель! Рапунцель! Ну-ка опусти косу! Бедная девушка послушно делала то, что ей велела колдунья. Гадкая старуха, словно по канату, забиралась по ее роскошной косе в комнатенку. Однажды принц, заблудившись в лесу во время охоты, услышал восхитительное женское пение. Это пела Рапунцель, чтобы не чувствовать себя одинокой. Принц подъехал к высокой башне. Спеша, он тщетно пытался отыскать код строения. Смеркалось. Молодому человеку пришлось вернуться домой. Но на следующий день он продолжил поиски. Много дней подряд юноша пытался проникнуть в башню и увидеть певунью. И однажды ему повезло. Стоя в кустах и наслаждаясь дивным голосом невидимой певицы, принц увидел ведьму. Затаившись, он принялся наблюдать за колдуньей. — Рапунцель! Рапунцель! Опусти-ка свою косу! — приказала корга. Тут же из окна появилась дивная золотая коса. И старуха взобралась по ней в окно. — Так вот, что мне нужно сделать, чтобы увидеть, наконец, кто это так замечательно поет! — обрадовался молодой человек. Вечером, стоя у подножия башни, он сказал. — Рапунцель! Рапунцель! Опусти свою косу! И несколько мгновений спустя из окна свесились сплетенные золотистые пряди. Принц тут же взобрался по ним наверх. Рапунцель никогда в жизни не видела мужчин. Испуганно вскрикнув, она забилась в угол комнаты. — Кто ты? — едва слышно выдохнула девушка. — Не бойся меня! — ласково произнес принц, беря ее тонкие пальчики в свою руку. Он влюбился в прелестное создание с первого же взгляда. Я только хотел узнать, кто так прекрасно поет. И принц рассказал Рапунцель, как он ежедневно приходил к башне, чтобы послушать ее пение. Постепенно девушка успокоилась. — Выходи за меня замуж, и мы покинем это ужасное место! — предложил принц Рапунцель. Молодой красивый принц очень понравился девушке. — Я с радостью убегу с тобой, но как же мне выбраться отсюда? Ты-то можешь спуститься по моей косе, а как же я? Подумав немного, пленница предложила. — Приходи ко мне каждый вечер и приноси с собой шелковые нити. Я сплету из них крепкую веревку. Мы спустимся по ней и убежим вместе отсюда. Принц стал приходить красавице каждый вечер. Из ниток, который он приносил с собой, девушка сплела крепкую веревку. Ведьма, казалось, ничего не замечала, пока Рапунцель, замечтавшись о своем возлюбленном, не спросила как-то коргу. — А почему тебя тяжелее поднимать, чем принца? — Ах ты мерзкая девчонка! А я-то думала, что надежно спрятала тебя! — зашипела колдунья. — А ты все это время ловко меня дурачила! Она достала огромные ножницы, ухватила Рапунцель за дивную косу и отрезала ее. Затем злая старуха ударила девушку по руке и через мгновение та оказалась в какой-то долине. Одна одинешенька. Вечером мерзкая корга вернулась в башню и стала прожидать принца. Вскоре она услышала голос юноши. — Рапунцель, Рапунцель, опусти-ка свою косу! Ведьма привязала один конец косы к тяжелому стулу возле окна, а второй опустила принцу. Принц быстро вскарабкался наверх, но в окошке вместо прекрасной девушки его встретила старая ведьма. — Нет ее! Она исчезла для тебя! — закричала корга и столкнула юношу вниз. Он упал на куст ежевики, и ее острые шипы оцарапали глаза принца. Не видя ничего перед собой, несчастный попрел по лесу, неведомо куда. Так он скитался, печальный и слепой, по лесам и горам много лет. Больше всего на свете молодой человек хотел отыскать свою любимую. Принц спрашивал у всех, кого встречал на своем пути, о девушке с глазами цвета фиалок и короткими золотыми волосами. Но никто нигде и никогда такой не видел. Однажды молодой человек попал в какую-то долину. Вдруг ему показалось, что где-то неподалеку кто-то поет. — Мне знаком этот голос! — воскликнул принц. — Он принадлежит моей любимой — моей Рапунцель. Несчастный слепец пошел туда, откуда доносилась прекрасная пение, и вскоре нашел суженого. Молодой человек очень исхудал. Его одежда превратилась в жалкие лохмотья. Но Рапунцель сразу же узнала возлюбленного. От счастья и жалости девушка заплакала. Ее слезинки упали на глаза нареченного. И произошло чудо! Молодой человек прозрел. Вместе они отправились в королевство принца и сыграли там пышную свадьбу. Слух о счастливой паре разнесся по всей земле. Мать и отец Рапунцель узнали, что их дочь стала принцессой. И их счастья и гордости не было предела. Ну что, ребята, вам нравятся истории? Тогда оставайтесь со мной, и их будет еще больше. Договорились? Субтитры создавал DimaTorzok